Всем добрый день, меня зовут Валерия, я врач, косметолог и сегодня в рамках марафона красоты совместно с интернет-магазином Organic Box я поделюсь с вами своими наработками. Эти три небольшие фишечки помогают нам получить максимальный результат от домашней лифтинг-процедуры. Причем неважно, мы делаем домашнюю лифтинг-маску собственного приготовления, например, из куриного яйца или из крахмала. Или же мы с вами берем какую-то готовую маску, особенно гелевую, для лифтинг-процедуры. Так вот, всего лишь навсего, выполняя вот эти три небольшие фишечки, вы значительно усилите эффект от лифтинг-маски. Итак, что это за фишечки? Первое. Лифтинг-маску нужно обязательно наносить с области шеи. Я вообще рекомендую даже зону декольте, шеи и лицо. Дело в том, что мы с вами очень часто наносим маску, ограничиваясь только лицом. Но, если у нас лифтинг-процедура, мы с вами хотим подтянуть овал лица, избавиться от второго подбородка, подтянуть брыли или бульдожьи щечки. А их, то есть вот деформацию в нижней части лица, отчасти формирует и платизма. Платизма это подкожная мышца шеи, которая начинается у нас вот от этих пор и вплетается в зону лица, в области подбородка. Поэтому очень важно, чтобы лифтинговой маски мы с вами еще обязательно наносили на область шеи. Имейте это в виду и действительно результат тогда будет лучше. Это первая фишечка. Вторая фишечка, то что мы с вами, когда наносим вот такую лифтинг-маску, можем уже сформировать овал лица. Дело в том, что мы можем наносить маску непроизвольно, да, формируя не очень хорошее выражение на своем лице. Гримаса так называемая. Ну, смотрите, я могу наносить лифтинг-маску с вот таким выражением. Когда у меня опущены уголки губ вниз, да, и сразу тяжелее нижняя часть лица. Поэтому я советую, кстати, вот эта гримаса, она запечатается под воздействием лифтинг-маски. Поэтому я рекомендую наносить все лифтинговые процедуры, когда мы приподнимаем уголки губ вверх. То есть легкая улыбочка, даже полуулыбочка. Дело в том, что вам ее нужно зафиксировать только в момент нанесения. Как только маска у вас подсохла, вы можете расслабить мышцы своего лица, но у вас вот это уже состояние, вот эта гримаса, полуулыбочки уже будет зафиксирована маской. То есть смотрите, одно дело мы сами лифтинг-маску с углубляем опущенные уголки. И другое дело, когда мы с вами приподнимаем, и вот в таком положении наша кожа, наши мышцы фиксируются лифтинг-маской. То есть это вторая фишечка. И третья фишечка, то что я советую наносить лифтинговые маски корсетным способом. Что это значит? Дело в том, что на нас силы гравитации действуют, ну мы привыкли, что у нас провисание идет сверху вниз. Но на самом деле, мы еще с вами с возрастом и сутулимся, у нас деформации идут еще и сзади наперед. То есть сзади наперед и сверху вниз. Поэтому я советую наносить корсетным. Смотрите, во-первых, если у нас есть некие проблемы на лице, например, опущенная верхняя века, или очень выраженная носокубная складка, то небольшое количество маски, вот такой пластифицирующей, застывающей наносить, допустим, приподняла, просто по брови нанесла, то приподняла верхняя века, обработала носогубную складку, приподняла, вот прихватилась вот так вот локально, точечно, и потом наношу первый слой. Первый слой всегда наношу по массажным линиям, то есть от центра к периферии. После того, как этот первый слой подсыхает, я наношу второй слой снизу вверх, снизу вверх, против сил гравитации. Он подсыхает, и третий слой заключительный, или финишный, я снова наношу от центра к периферии. И обязательно все лифтинговые процедуры я делаю, потом, когда нанесла я этот момент, время экспозиции, там от 15 до 30 минут я лежу, для того, чтобы получился вот этот максимальный лифтинг. Уже лёжа спереди-назад, да, и стараюсь, поскольку наношу на зону шеи декольте, чтобы вот эта часть у меня не хлюпала подбородком по груди, то есть чтобы она была ровненько-гладенько, чтобы ещё отсюда шёл процесс лифтинга. Так что вот такие фишечки, казалось бы, сущие мелочи, но они имеют громадное значение. Берите их себе на вооружение, делайте, преображайтесь и хорошейте, и будьте, конечно, здоровы.